МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В материалах дела всё есть. Продолжается допрос свидетелей по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019-го. Перспектива реформы местного самоуправления. В Доме культуры города Ачамчира обсудили возможность преобразования. Инициатор общественная организация Ахейкурхара. Проблемам состояния и развития государственного языка посвящался круглый столб в Абиги. Начнём с эпидемиологической обстановки. Согласно последнему сообщению оперативного штаба, за 21 сентября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 433 человек. Диагноз COVID-19 подтверждён у 103 из них. В Гудаутской ЦРБ умерли женщина 71 года и мужчина 70 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 26 931 человек. Зарегистрировано 407 летальных случаев. Выздоровели 22 034 человека. Медики российского военного мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в Сухуми, 18 августа приняли на лечение и консультацию порядка 650 жителей Абхазии, заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ЮВО. В данный момент на лечение в стационаре находятся 65 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий. 134 человека после прохождения необходимого курса лечения уже выписали из госпиталя. Все повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей. Гудаутская школа номер 2 закрылась на карантин. Об этом Абснепресс сообщил начальник управления образования Гудаутского района Адамар Харази. Школа закрыта на карантин до понедельника. Там сейчас проводится санитарная обработка помещений. Есть несколько заболевших учеников и учителей, поэтому мы решили разобраться в том, кто именно болеет, сколько человек, в каких именно классах и закрыть школу. В нашем районе больше нет закрытых школ. Все работают в обычном режиме, соблюдают все санитарные нормы, сказал Харази. Да, мы не исключаем возможности заражения вирусом учеников и учителей, но учебный процесс должен быть продолжен. Если будет зафиксирован случай заражения вирусом в классе, то его закроют на карантин. Но если же будет много заболевших, то закроем школу на некоторое время. Учителя и родители взаимосвязаны, они общаются, и поэтому каждый знает меру своей ответственности, подытожил Харази. Гудаутская школа номер 2 закрыта с 21 по 27 сентября. Министр здравоохранения Эдуард Будба представил коллективу республиканской специализированной психиатрической больницы нового руководителя. Исполнять обязанности главврачами от учреждения будет Ирина Ануа. Бывший руководитель Георгий Картава был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Глава Минздрава подчеркнул, что в больнице есть сложности разного характера. Я понимаю, что у медучреждения есть сложности с кадрами, охраной, оборудованием. Также необходимо решать проблему с деревьями вокруг больницы. Они нередко падают и повреждают забор. Они могут представлять угрозу для людей, которые находятся во дворе. Есть ряд других вопросов. В каждом нашем медучреждении масса вопросов, которые мы стараемся решать, но за один день всем помочь не получится. У вас же были определенные проблемы с закупом питания для пациентов. Они уже решены, задолженности погашены. Решаем проблемы подведомственных учреждений, планомерно распределяя наши возможности. Отметил, в частности, Будба. На сегодняшний день в психбольнице более 130 пациентов. Ирина Аннова была заместителем главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы. 21 сентября президент Абхазии провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на многочисленные вопросы представителей СМИ. Глава государства оценил положение дел в области правопорядка, социально-экономической отрасли, рассказал о решении проблем в энергетике. Пресс-конференция президента Абхазии Аслан Абжания продолжалась три часа. Помимо прочего, глава государства рассказал, как и с кем проводит свободное от работы время. Всего в ходе пресс-конференции прозвучало более 30 вопросов. МИД Абхазии предлагает грузинским властям перестать спекулировать своей территориальной целостностью. 21 сентября Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление, в котором осуждаются прошедшие на территории Абхазии выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. МИД Грузии считает, что проведение подобных выборов – это якобы еще один деструктивный шаг Москвы, направленный против суверенитета и территориальной целостности Грузии. Министерство иностранных дел Абхазии расценивает данное заявление внешнеполитического ведомства Грузии как открытое вмешательство во внутренние дела абхазского государства. Об этом говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства. «Взаимоотношения Абхазии и России не направлены против третьих стран и не ущемляют интересов Грузии. Едва ли следует считать проведение голосования по выборам депутатов Государственной Думы России угрозой для Тбилиси и полагать, что это каким-то образом нарушает права граждан Грузии», заявляет МИД Абхазии. В МИД рассчитывают на то, что в Тбилиси возобладает ответственный и реалистичный подход в отношении сложившейся политической реальности, предполагающей уважительное отношение к республике Абхазия. Вопросом оказания государственной помощи социально незащищенным категориям для приобретения жилья посвящалось рабочее совещание у премьер-министра Александра Анкваб. Речь шла о структурной модификации госпрограмм, которые были приняты в 2019 году и позволили снять жилищный вопрос свыше 50 нуждающимся семьям. Так планируется внести изменения в госпрограмму, объединив ресурсы двух действующих на сегодня в одну. Кроме того, рассматривается вопрос отмены условия возвратности предоставляемых средств. В рамках проекта единой программы выделяемые средства могут стать безвозвратными. Ресурсы двух утвержденных ранее программ могут объединиться. Совокупленные средства будут объемом 40 миллионов рублей. Их хватит на покрытие потребностей до 57 ежегодно. Предлагается принять программу на два года. Проект документа в таком случае предусмотрит по 40 миллионов на 2021 и 2022 годы. При этом премьер-министр отметил, что претендовать на участие в программе должны действительно социально незащищенные и не обеспеченные жильем граждане наиболее нуждающиеся инвалиды первой группы, дети, у которых погибли родители, семьи лиц, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, многодетные семьи, имеющие четырех и более детей. Бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи России и Республике Абхазии Южной Осетии в 2022-2023 годах планируется увеличить, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которое имеется в распоряжении ТАСС. Бюджетные ассигнования на обеспечение сотрудничества с Абхазией и для ее социально-экономического развития, согласно документу, в 2022 году планируется увеличить на 410 миллионов рублей, в 2023 на 401,5 миллионов рублей. Средства выделяются в рамках реализации соглашений ранее заключенных России с Южной Осетией и Абхазией. Перспектива реформы местного самоуправления. Так называется круглый стол, который состоялся 22 сентября в Доме культуры города Ачимчира. Инициатором встречи стало РОО «Абхазское народное движение». В ней приняли участие бывшие и нынешние чиновники, депутаты парламента, а также районных и городских собраний. Обсуждали потенциальные реформы усиления роли местного самоуправления в государственном строительстве, введения практики избрания глав городов и районов жителями республики и то, как это может повлиять на степень ответственности перед горожанами. Кроме того, обсудили возможности расширения полномочий районных депутатов те проблемы, с которыми они сталкиваются в работе. Местное самоуправление – это дороги, это освещение, водоснабжение, канализация – все эти вещи, с чем люди сталкиваются ежедневно, постоянно, каждый день. Местное самоуправление у нас регламентируется законом об административно-территориальных единицах. Насколько действует этот закон, можно судить, потому что многие вопросы местного значения, с которыми сталкиваются люди ежедневно, они с этими проблемами обращаются к руководству страны. Получается, те вещи, которые должны решаться на местах, они не решаются, и люди с этими вопросами обращаются к руководству страны и так далее. Значит, это говорит о том, что закон не действует. Этот функционал, который, по идее, в нормативном смысле этого слова должен быть за местным депутатом, более активно используется депутатам Народного собрания и парламента. Мы понимаем, что основная задача решения бытовых местных вопросов, таких как дорога, трансформаторы, вода и так далее, должно лежать первично на депутате местного собрания, но по каким-то причинам большая ответственность в этом плане ложится на депутата парламента от конкретного округа. В этом плане в вопросах, предложенных реформой, можно было бы сделать упор на то, что по функционалу первичная задача депутата Народного собрания заключается в представительских функциях и в законном нормотворчестве, а вот этот функционал по обеспечению оперативного решения местных вопросов все-таки усилить и направить на функционал депутатов местного собрания. Сегодня местное самоуправление – это абсолютно декоративная структура. Я это говорю и как гражданин, и как человек, который имеет опыт общения с депутатами и Сухумского собрания, и местными депутатами. Мне кажется, что это все происходит из-за того, что не придают значение органам местного самоуправления, из-за того, что нет понимания у руководства страны, у всех руководств страны, что это очень важная вещь для развития и страны, и как правильно было в теме у вас обозначено раскрытие потенциала народа. Да, многие, кто имел опыт работы и избирался в органы местного собрания, говорят о том, что не хватает полномочий, но даже существующие полномочия полностью не могут быть использованы местными депутатами. Так система построена. Фактически депутат сегодня не имеет никаких инструментов быть полностью самостоятельным, если он хочет быть эффективным у себя в районе. Он всегда зависим от того места, где ресурсы. Ресурсы у нас у исполнительной власти. Все эти люди, они назначаются президентом. Это хорошая система для того, чтобы сохранять власть. Ее смысл только в этом. Единственный критерий оценки главы администрации – это выборы. Потому что мы это наблюдаем, это при всех президентах, это так. Видеоотчет со встречи в Ачимчире смотрите в нашем эфире в четверг, 23 сентября. Информация правоохранителей. Прокуратурой Галского района 20 сентября по результатам проверки деятельности администрации села Хашта Галского района возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы администрации села Туркия Беслана Робертовича по части 4 статьи 157 УК Республики факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, по версии органа расследования экс-глава администрации села Хашта, в период с 1 сентября по 31 декабря 2020 систематически принимал уплаченный жителями села земельный налог. Действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, из полученных за указанный период денежных средств на общую сумму 1 миллион 823 тысячи 350 рублей, внес на расчетный счет МНС Республики по Галскому району 1 миллион 163 тысячи 203 рубля. Тем самым совершил хищение путем присвоения денежных средств в особо крупном размере на сумму 660 тысяч 147 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В ходе произведенного расследования прокуратурой Галского района 21 сентября выделены два уголовных дела в отношении заместителя главы администрации села Хашта Галского района Гомисония Джамбула Михайловича и в отношении бригадира бригады номер 1 администрации указанного села Гиделия Рамаза Гиглаевича по факту мошенничества с использованием служебного положения и служебного подлога, совершенных указанными лицами в период с 19 февраля по 7 июля 2020, путем внесения в официальные документы квитанции формы номер 24 заведомо ложных сведений о получении заниженной суммы земельного налога от жителей села за 2020 год. В материалах дела все есть. Продолжается допрос свидетелей по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019. На очередном заседании суд завершил допрос свидетеля Автандила Чалария, который занимается тонировкой автомобилей. В зале суда заслушали телефонные разговоры подсудимых с Чалария в день тонировки авто. Также был допрошен сотрудник МВД Мухаммед Кужев, который принимал непосредственное участие в ряде следственных мероприятий, в частности, допрашивал Зухраба Шинкао, ныне отсутствующего на территории Абхазии. Слово Элеонори Гелаян. Судебное заседание продолжилось оборванным в прошлый раз допросом свидетеля Автандила Чалария. Напомним, согласно версии следствия и показаниям самого Чалария, он занимался тонировкой автомобиля Toyota Mark II, на которой было совершено преступление. Согласно показаниям Чалария на прошлом судебном заседании 19 ноября, ему позвонил Аслан Блабба, сообщил, что подъедет девушка затонировать два окна. Девушка приехала на Хонде Аккорд, затонировала, оплатила, уехала. Вскоре, по словам Чалария, Блабба вновь набрал и попросил на той же машине затонировать лобовое. Но приехала уже другая машина, Toyota Mark II. Привез ее дату Ахалая и затонировал свидетель полностью. Забирали машину Ахалая вместе с Асланом Блабба. Допрос продолжила сторона защиты. Адвокаты спрашивали, сколько в среднем машин в день тонирует Чалария. Он сказал, что около пяти. Адвоката Автондела Чкаду интересовало, видел ли Чалария в ВИН-код автомобиля. Чалария сказал, что нет. Адвокат Тимур Тапагуа спрашивал, помнит ли Чалария, какую машину он тонировал 10 августа этого года. Напомним, что показания Чалария давал, будучи административно задержанным, а позже их депонировал. Что я вспомнил... Что вы вспомнили спустя полтора месяца. Тогда я по-другому вас спрошу. Скажите, пожалуйста, вам предоставляли запись телефонных разговоров между вами и Блаббом? Да, запись была предоставлена. Где вы по телефону обсуждаете? Да. Могу я допустить, что исходя из прослушанной записи, вы восстановили память о событиях того дня? Да. Если в этой заднице не были, вы, наверное, не вспомнили, наверное, да? Ну, Марк 2 был убийство, было, во-первых, машина такая же была у меня, вот и вспомнил. По завершении допроса прокуратура ходатайствовала о внесении изменений в порядок исследования доказательств и просила озвучить протокол осмотра и прослушивания фонограммы, которая включает в себя телефонные переговоры между Чалария и Блаба, Чалария и Ахалая, Чалария и Чкадуа. Защита высказалась против удовлетворения данного ходатайства. Когда мы сегодня на улице ждут 7-8 свидетелей, и мы сейчас меняем ход порядок, для чего? Если и Чалария здесь нету, здесь нет оснований просто. Это просто, по-моему, желат на стороне. Других оснований они нет. Данный протокол позволит нам четко именно в сегодняшнем заседании, пока мы не забыли, через полгода это будет настолько неактуально, потому что никто не вспомнит через полгода, что происходило в детали на москоп. Так, не перебивайте. Совещаясь на месте, суд удовлетворил ходатайство гособвинения. Зачитал протоколы прокурор Даур Амичба. Да, авто, здорово, здорово. Это Аслан Блаба, да. Ты на работе? Да. Два передних стекла затонировать, дали нецензурная брань. Что за машина, я забыл спросить. Там девочка, дали нецензурная брань. По-моему, то ли Аккорд, то ли GS. Какая разница, в принципе? Да, в принципе, разницы нет. Когда можно? Давай, подгоняйте, я свободен. Авто? Да, Аслан, ты где? У себя я на работе. Послушай, можешь еще лобовое тоже сделать? Эту же машину, лобовое тоже? Могу. Ну все, три штуки, короче, да, в общем? Нет, 4500. Ну, 4 сделаем. А лобовое, значит, 4500 и двери обходятся. 4 тебе сделаю. Все, понял. Давай сейчас приедет тогда, а машина та еще забрали или не забрали еще ту машину? Машину забрала она. А, сейчас привезут. Давай, давай. Следующим объектом осмотра является оптический CD-R-диск, представленный из СГБ, содержащий звуковые файлы и записи телефонов переговоров Чкаду Эрика Юрьевича и Ахала Адатори Вазовича. Да, авто, привет. Привет. Авто, по-братски, пока не уходи. Сейчас этот, через полчаса приедем мы. Аслан за что просил? Кто это? Аслан что звонил? Да, да, да. Хорошо, давай. Все, спасибо, авто. Давай. Также были прослушаны приложения к протоколу, то есть сами фонограммы. По завершении Аслан Блаба заявил о ряде на его взгляд несостыковок. Он сказал, что части разговоров вообще не услышал. А адвокат Автандил Чкаду акцентировал свое внимание на том, что несмотря на оплату женщины за тонировку авто, по телефону свидетель Чуларя все равно назвал полную сумму работы Аслану Блаба, будто бы женщина ни за что не платила. Следом перешли к допросу свидетеля Мухаммеда Кужева, сотрудника МВД. На момент совершения преступления свидетель работал начальником отдела по борьбе с организованной преступностью. В поле зрения возглавляемого на тот момент данного отдела, где я был руководителем, естественно, то, что я чуть сейчас перечислил, в принципе, все лица, которые ведут противоправный образ жизни, значит, так называемые воры в законе смотрящие, те лица, которые склонны к совершению тяжких, особо тяжких преступлений, над ними постоянно проводился контроль, и в настоящее время проводится контроль. Ну, в общем, я постараюсь своими словами объяснить, чтобы это было быстрее. Криминальный мир Абхазии, так скажем, на тот момент и на сегодняшний день, насколько мне это известно, поделился на два преступных сообщества, то есть так называемый Сухуминский клан воров в законе, также и Удаутский клан воров в законе, которые, естественно, конфликтовали между собой за сферу влияния. В этих данных преступных сообществ участниками являются там ни один, ни два человека. То есть, я думаю, что это здесь рассказывать не имеет смысла. Свидетель Кужев работал также в период похищения Мирсхулава. По его словам, тогда была проделана колоссальная работа, допрошено множество человек. Именно в тот период случился конфликт в СИЗО, который лег в основу мотива совершения тройного убийства на набережной. На тот момент криминальный мир и так был уже поделен, я выше это указывал. Получилось так, что Ганба, Чкадуа попали, когда-то попали туда, по этому уголовному делу. Значит, на тот момент, на тот момент, СИЗО Дранда, по нашей оперативной информации, полностью, так называемый, и воровской общак, и положение в данной среде, полностью перешел на сторону, так называемого, гудаутского клана воров в законе. И, естественно, эти люди, когда туда попали, значит, там произошел конфликт между заключенными. В Ганба и Чкадуа в отношении них им нанесли телесные повреждения, значит, они были помещены в санчасть, которая там располагается. Они там находились на лечении. Это тот период времени, когда они оказались, значит, в СИЗО по материалам похищения Мирсхуавы. Касаясь следственных мероприятий, уже после совершения тройного убийства, Мухаммед Кужев рассказал, что в ходе восстановления цепочки появления госномеров А122РН, установленных на Тойоте Марк 2, милиция вышла на Зухраба Шинкау. Кужев лично задерживал Шинкау и доставлял его в МВД. Я лично с ним беседовал, значит, в моем служебном кабинете. Шинкау Зухраб по национальности является абазинцем, абаза, так как я тоже являюсь им. И я нашел с ним контакт. Мы беседовали очень долго. Ну и он рассказал, что он у Мурата попросил эти номера, он ему дал для чего? Для того, чтобы он хотел оформить на себя эти номера. Далее, в ходе беседы. Также, как? Ну, себе, да, забрать. Он увидел на разборе у Мурата эти государственные номера, попросил его, чтобы он ему дал. В итоге он, значит, взял эти номера. И как он, значит, мне в вопросе рассказывал, через несколько дней, через какое-то время, я точно не помню, я этот промежуток сейчас вспомнить не могу, Эрик Чкадо позвонил, значит, Шинкау Зухрабу и спросил у него, нет ли каких-нибудь государственных номеров на автомобиль поставить. Он говорит, есть. Ну и в итоге, он, ты можешь мне их дать, говорит. Значит, и Шинкау ответил, да, могу дать, говорит. Где этот? И он оставил их на учхозе. В отношении Зухраба никаких таких методов не применялось. Изначально я всем пояснил, это мой земляк, хотя я и не был с ним знаком. Я ему и кофе варил, я с ним разговаривал. Это моя работа. Хотя и в тот момент какие-то были политические движения, это меня не касается. В Фейсбуке выкладывали, что я ему там кофе варю и так далее. Я это кофе варю ему для того, чтобы он рассказал мне правду. Он боялся называть там фамилии, он боялся вообще что-либо говорить. Он вошел ко мне в доверие. Значит, он просил меня, чтобы я его вывез за пределы Абхазии. Он говорил, если я скажу, значит, мне не поздоровится. Боялся, он был испуганный. Я его всячески успокаивал. В итоге он подумал, что у меня в кабинете прослушивающее устройство. Он до того боялся называть. Он у меня в ежедневнике написал своей ручкой номера я дал или кучкаду. По словам Мухаммеда Кужева, этот ежедневник до сих пор у него. Если суду будет необходимо, он готов его предоставить. А полученные информации он тогда сообщил руководству. Также Кужев отметил, что на момент задержания у Зухраба Шинкау был адвокат. Женщина по фамилии Таня. И никаких жалоб с ее стороны о давлении и насилии над ее подзащитным не поступало. Вопросы свидетелю были и от адвоката Автандила Чкадуа. Он спрашивал, что такое клан воров, откуда свидетель взял эту формулировку и на основании чего считает подсудимых причастными к какому-либо клану. Мухаммед Кужев ссылался на оперативную информацию, отмечая, что ее часть содержит густайну, а значит, делиться в зале суда ничем, кроме того, что он уже сказал, не намерен. При этом Кужев отметил, что в материалах дела, цитата, «все есть». Следующее судебное заседание состоится 5 октября. Элеонора Гилаян, Сосрыку, Агуха, Абазатове. Пресс-служба Черноморэнерго сообщает. Гагарский район и часть Гудаутского остались без подачи электроэнергии из-за аварии на подстанции Бзыбь. На место аварии прибыли ремонтные бригады Черноморэнерго, и спустя несколько часов авария на подстанции была ликвидирована. Энергоснабжение пострадавших районов полностью восстановлено. Реконструкция подстанции Бзыбь предусмотрена в рамках инвест-программы на 2020-2022 годы и программы перспективного развития электроэнергетики Абхазии. Общая стоимость работ по реконструкции составляет 543,9 миллиона рублей. Статистика трафик-туризм. Свыше 9 миллионов человек пересекли российско-абхазскую границу с начала года в обоих направлениях, а также 1,9 миллиона транспортных средств, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Ежедневный пассажирский трафик на границе с Абхазией достигает 49 тысяч человек и 9,5 тысяч транспортных средств. При этом отмечается, что максимальное время, которое сотрудники погрануправления тратят на проведение паспортного контроля, составляет до трех минут на одного гражданина, в том числе несовершеннолетнего. В новом районе Сухума прошло второе мероприятие в рамках акции «Всемирный день чистоты». Инициативу Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты поддержала администрация. Слово нашим коллегам из пресс-службы столичной мэрии. Участники первой акции «Всемирный день чистоты», проживающей в районе поворота на Маяк, передали эстафету на уборку территория новому району. И вот буквально за считанные дни жители микрорайона сорганизовались с инициаторами акции и вышли на уборку территории, прилегающей к мемориалу памяти погибших в Отечественной войне, установленной на улице Аргун. Участники акции подчили память погибших воинов минутой молчания. Организаторы обращаются к жителям и других районов Сухума подключиться к акции и выйти на уборку, чтобы в какой-то мере помочь коммунальным службам города. Новый район первый принял эстафету, и мы надеемся, что следующие районы также присоединятся к нам. Жители нового района с энтузиазмом приняли эстафету. И совместно с представителями Домоуправления номер 5, Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты и рабочими мук благоустройством в течение двух часов косили, подметали, собирали мусор-пакеты, провели уборку и во дворах домов по улице Аргун. Теперь на детских площадках будет комфортно не только детям, но и ожидающим их родителям. Все хотят, чтобы вокруг был порядок, чистота, и мы этого придерживаемся, и постоянно над этими вопросами работаем вместе с жителями нашего города, и в частности Аргун-30. Большое спасибо инициативной группе, большое спасибо администрации города. Подключились местные жители, проявили активность. Мы тоже со стороны управы поддержали их, чем могли. Также присоединились к нам и наши соседи, коллеги из Домоуправления, со старого поселка. И приступили к работе, как вы видите. Пытаемся, стараемся навести чистоту, поддерживать ее в дальнейшем. Собираемся, конечно же. И хотелось бы отдельно поблагодарить Национальную ассоциацию культуры, спорта и красоты, которая является как бы локомотивом, инициатором этого движения. Среди организаторов акции по уборке и представителей компании Greenway. Они отметили, что главная цель мероприятия – воспитать экологическое самосознание подрастающего поколения. Чтобы они знали, что здесь нельзя сорить, что эту землю надо беречь. У вас самая красивая земля в мире. Самая красивая земля. И я хочу, чтобы она была чистой, богатой, обеспеченной. Земля Абхазии, народ Абхазии, будьте самыми лучшими в мире. Вы достойнее этого. На место проведения акции пришел замглавы администрации Сухума Афтанзил Сурманидзе. Кстати, прилегающую к мемориалу территорию, жилищно-коммунальное хозяйство столетцем собирается обустроить, высадить деревья и установить лавочки по периметру. Хотим здесь высадить деревья. Это будет лагистремия красивая. Также будут кустарники из семейства хвойных. Ну и лавочки. Хотим поставить лавочки, чтобы жители этой улицы могли приятно проводить время, сидеть, отдыхать. Планов у нас много, но поэтапно будем осуществлять. На улице Аргун также собираются установить две остановки и пустить по кругу общественный транспорт. До сих пор жители из так называемого Пятачкан добирались пешком до своих домов. Амрамич Байльдар Дамиров. Пресс-служба администрации города Сухум. Проблемам состояния государственного языка посвящался круглый стол, который состоялся накануне в Абхазском институте гуманитарных исследований с участием широкого круга специалистов, ученых, исследователей, филологов, писателей и журналистов. Инициатор проведения круглого стола – общественная организация Ахей Курхара «Сохранение», созданная видными представителями абхазской интеллигенции в 2013 году. Главная задача, как убеждены участники, сделать абхазский язык по-настоящему рабочим, востребованным как в образовании, делопроизводстве, так и в других сферах общественной жизни. Пресс-служба администрации По итогам работы круглого стола была принята резолюция. Расширенный репортаж с круглого стола смотрите в субботнем эфире Абаза ТВ. Добро без загласки или чудеса случаются? Анонимный меценат внес 126 миллионов рублей на лечение Габриэля Пацурия, сообщает спутник Абхазии. На лечение полуторагодовалого подопечного культурно-благотворительного фонда Ашана было необходимо собрать 160 миллионов рублей. В 8 месяцев у мальчика обнаружили серьезное генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию. Болезнь поражает спиной мозг и приводит к мышечной слабости. Ослабевают мышцы ног, тела и даже мышцы, отвечающие за глотание и дыхание. Спасти ребенка можно. Нужен всего один укол препарата Залгенсма, который входит в книгу рекордов Геннеса как самое дорогое лекарство в мире. Сделать его нужно до двух лет. И пока вес ребенка не больше 13 килограммов. Стоимость Залгенсма – 160 миллионов рублей. С 27 июля по 18 августа в Абхазии собрали 1 миллион 728 тысяч рублей. Сбор средств проходил также в России, где проживает семья Габриэля. В России было собрано более 32 миллионов рублей. Сбор средств для Габриэля закрыт, сказала в интервью «Спутник» менеджер фонда по взаимодействию со СМИ Мария Шакая. Нашелся меценат, который закрыл большую часть всего сбора. Это частное лицо, которое хочет остаться анонимным. Культура. Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава стала президентом национальной оперной премии «Онегин», сообщается на странице музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко в Facebook. «Меня долго уговаривали стать президентом премии, поскольку для меня президентство – это особый шаг. Президент должен сделать многое энергетически и физически. Нужно вложить все свои возможности и таланты от способности жить на сцене до умения видеть новые имена. Хочется предложить какие-то новшества, и я буду над этим работать. Я вижу свою задачу в том, чтобы укреплять международные связи премии, и в том, чтобы наш зритель становился более молодым. «Потому что опера – это модно», отметила певица. Премия существует с 2016 года и вручается ежегодно в Санкт-Петербурге. В этом сезоне Хибла Герзмава уже дважды выступила на сцене музыкального театра. 15 сентября исполнила партию Дездемоны в опере «Отелло», а 20-го представила столичной публике концертную программу «Хибла Джаз». На Абаза ТВ продолжается образовательный проект общественной организации «Апейбш-21», в рамках которого на телеканале транслируются видеоклипы на стихи абхазских поэтов. Сегодня произведение «Таифа Аджба и Хнамхус Айбашуя Ибжи» читает актер абхазского драматического театра Гудиса Тодо. Таифа Аджба и Хнамхус Айбашуя Ибжи Таифа Аджба и Хнамхус Айбашуя Ибжи Таифа Аджба и Хнамхуя 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 Ибжи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем рубрику «Банка Абхазии. История одной монеты», в которой рассказываем об экспонатах Национального банка. Сегодня экспозиционер музея Лана Басария говорит о гагрских бонах и состоянии денежного хозяйства Абхазии в период Первой мировой войны. Состояние денежного хозяйства на территории Абхазии в период Первой мировой войны характеризовывалось теми же проблемами, что и на всей территории Российской империи. Это инфляция, рост цен и прочие проявления кризиса. К концу 1917 года остров стал вопрос нехватки наличности, особенно купюр, мелких и средних номиналов. Однако из-за развала российской денежной системы удовлетворять потребность рынка в денежных знаках становилось все труднее. Именно с этого момента в Абхазии появляются первые денежные суррогаты, призванные хотя бы локально решить вопрос с наличностью. Изготавливались подобные суррогаты самым примитивным способом – с помощью подручных средств. Материалом служила обычная бумага белого, желтого, фиолетового цветов, различные табели, акты, вексельная бумага и многое другое. В Абхазии в этот период недостаток денег особенно ощущался в Гаграх, где находилось много рабочих и служащих Черноморской железной дороги. Выпущенные в 1918 году боны Черноморской железной дороги достоинством в 1, 3, 5, 10, 25 и 50 рублей не удовлетворяли спроса даже строителей дороги. Поэтому городскими властями было принято решение о выпуске разменных бон, одна из них номиналом в 5 рублей хранится в экспозиции нашего музея. В апреле 1918 года власть в Гаграх захватили большевики. По решению Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов была наложена контрибуция на имущие кассы в размере 50 тысяч рублей, из которой удалось взыскать только половину. Денежные средства всех учреждений были конфискованы и переведены на счет исполкома Совета. По примеру Сухумского Совета в Гаграх также пустили в обращение облигации займа свободы номиналами 20, 50 и 500 рублей, помеченные круглым штампом с надписью «Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Гагринского округа». Кроме того, в ход пошли облигации внутреннего краткосрочного займа 1915 года номиналом 50 рублей. Однако эта мера оказалась недостаточной для удовлетворения потребностей в деньгах, поэтому по решению Гагринского совета от 3 июня 1918 года были напечатаны боны номиналами 3, 5, 10 и 25 рублей. Серия этих бонн представлена в нашем музее. Эти денежные суррогаты планировалось выпустить в обращение не только в Гагре, но и в Гудауте. Для этого на них наносилась надпечатка «Гагры-Гудауты». Но в обращение эти дбоны не попали, так как советская власть в регионе была свержена. Спорт. В Абхазии завершился 23-й чемпионат ведущих парашютистов России, СНГ и ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Соревнования прошли в честь 28-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии и были посвящены памяти президента в Абхазии Владислава Ардзенба и Сергея Багабш. Финал чемпионата состоялся 21 сентября на Площади Свободы в Сухуме. Первый этап соревнований прошел в аэропорту Бабушары, второй этап в городе Ткварчал. Побороться за награды собрались около 50 ветеранов парашютистов и их молодых коллег из России, Белоруссии и Казахстана. В чемпионате принимали участие мужчины и женщины. Впервые в соревнованиях принимала участие и абхазская команда экстрим-клуба Skycom. В командном первенстве первое место заняла команда ДОСААФ России. Сейчас о погоде в республике. В четверг 23 сентября в Абхазии облачная погода, временами дождь, гроза, местами возможен град. Температура воздуха ночью 17, днем до 20 градусов, температура морской воды 24 градуса. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова